Здравствуйте! В эфире 7 дней. Студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня в нашей программе. Казань – это очень красивая город. Яркий, шумный и веселый. Республика с размахом отметила любимый праздник Сабантузи. Есть такое расхожее выражение – дома и стены помогают. Не всегда, но довольно часто это правило работает. А в случае с домашним чемпионатом мира по футболу в России, оно работает, по-моему, на все сто. Еще до начала соревнований многие эксперты прогнозировали нашей сборной провальные выступления. Наши футболисты под руководством тренера Черчесова посрамили этих горе-специалистов. Хотя до главного старта играли, мягко говоря, не столь вдохновенно. Как это стало возможным? Главным фактором, я считаю, стал настрой игроков. То, чего нам так не хватало в последние годы. Боевой дух, помноженный на мастерство отдельных игроков, таких как Александр Головин и Денис Черышев. Артем Дзюба, честно говоря, приятно удивляет. Плюс грамотный план на игру, выбранный нашим тренером Станиславом Черчесовым. Вот формула успеха команды России. Ну и, конечно, сумасшедшая, безудержная поддержка трибун. Тот самый 12-й игрок, который вносит свой вклад в общий результат. Самые важные матчи для сборной России еще впереди. И в том числе битва с другим лидером нашей группы, именитой мастеровитой командой Уругвая. Далее будет и игра на выбывание в 1-й восьмой финала. Но при любых раскладах этот турнир мы занесем себе в актив. Хотя бы потому, что Россия победит в любом случае, как отметил президент Путин. Организаторы такого замечательного праздника футбола не могут проиграть по определению. И мы видим уже сейчас, когда чемпионат мира даже не перевалил за свой экватор, что слова Владимира Путина оправдываются в полной мере. Посмотрите, как уже преобразилась Казань, один из городов-организаторов чемпионата мира. Как она похорошела. Улицы, столицы, ее рестораны, кафе, культурные объекты заполонили восторженные туристы и болельщики футбола. И гостеприимные, приветливые Казани и казанцы принимают гостей со свойственным нам радушием. Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, выступая перед журналистами в пресс-центре Казани, назвал нашу столицу лучшим и самым красивым городом в мире. Признаюсь, такая оценка меня слегка удивила. Мы все любим Казань, гордимся ее успехами, но может быть мы себя переоцениваем? Вовсе нет, ответил всем английский болельщик Джастин Уоллей, которого Казань восхитила настолько, причем англичанин хвалит все, и местную кухню, особенно фастфуд с национальным колоритом, пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно. Что теперь Джастин Уоллей хочет здесь жить и найти работу в сфере туризма? Об этом, по крайней мере, он сообщил на своей странице в Твиттере. Будем надеяться, что Джастин, как и все другие болельщики и гости Казани, не поменяет свое мнение о нашем городе и останутся довольны нашим гостеприимством. Пока все складывается просто замечательно, по крайней мере, в той области, что касается организации праздника футбола в России. А вот на самих спортивных аренах кипят нешуточные страсти, что еще раз подчеркивает тот факт, что футбол – игра непредсказуемая. Но за это мы его и любим. Сергей Темляков об эмоциях, прогнозах, неожиданных результатах и о празднике спорта, который еще продолжается. Улицы и набережные на этой неделе гудели в буквальном смысле этого слова. Настроение создавали болельщики из Ирана. В нашем рейтинге футбольных фанатов за две недели чемпионата в Казани мы поставили их на первую строчку. Их визит в Казань точно не забудут. Они были самые заметные. Они перепели французских фанатов. Казань – очень красивый город. Мировой турнир – это великий турнир. Поэтому мы получили фан-айди, купили билеты и здесь у вас. Уже успели посетить фан-фестиваль. Это великолепно. Мы любим людей, которые живут в Казани. В Казани мы берем два болельщика. Иран – два. Испании – zero. Иран! 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 Австралийских болельщиков перетанцевали. Иран! 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 Болельщиков из Испании на недели в Казань приехало значительно меньше. Но они тоже хотели запомниться. Самый простой способ – попасть на экран телевизора. К примеру, этот фанат сам попросил у нас микрофон. Я люблю Казань, здесь дружелюбные люди. Погода очень хорошая. Я думаю, Испания выиграет Иран, счет будет 2-0. Иран-2. Иран-2. Вот этот ролик. Болельщики из Колумбии на Казанке спасли тонущего мужчину. На третьем месте – видео, снятое на прошлой неделе. У меня первое ощущение возникло, что это в какой-то части даже постановка. Попытался чмокнуть. Слава Богу, мексиканский коллега не стушевался, в обморок не упал, в агрессию не впал. Вокруг этого, что-то там начали было шуметь. Но повода нет. С Юрием Алаевым, экспертом нашей программы, обсуждаем отзывы о чемпионате в зарубежной прессе. Иностранцы в шоке от чемпионата мира. Россия – это замечательное место для проведения мундиаля. Такие нотки прослеживаются почти во всех публикациях и репортажах. Юрий Алаев приводит пример. Коллеги из «Гарден» предприняли интересную попытку оценить города, которые принимают чемпионат. Казань там на хорошем, я считаю, шестом месте. За исключением желтого сегмента британской прессы, оценки чемпионата, атмосферы и всего, что сопутствует непосредственно футболу, достаточно объективные, доброжелательные. Гостей очень много, так как чемпионат сейчас идет, и иностранных гостей много, им очень интересно, что происходит, как ставки ставятся. Но с самой минимальной ставки начинаются от 200 рублей. В букмекерских конторах аншлаг, как и на стадионе. Многие спешат поставить на победу любимой команды. Сумму самого крупного выигрыша в букмекерской конторе не раскрывают, зато называют самые популярные команды, на которые делают ставки в Казани. Чаще сейчас на Россию, конечно, ставят очень много ставок. Также сейчас Испания и Португалия. Когда меня спрашивают, на какой процент увеличилась выручка, есть где-то там 20-30, но есть даже и на 100%. То есть люди просто не успевают одни вставать, другие садиться, даже наблюдали очереди даже. Галина Шарафудинова, исполнительный директор Ассоциации рестораторов, отмечает, Результат превзошел ожидания. Аншлаг в кафе и ресторанах на Баумана в историческом центре у Казани арены и чаши. Болельщики говорят, очень все вкусно. Самые активные в плане еды – колумбийцы, более спокойные – иранцы. Они все хотят попробовать нашу национальную выпечку. И сегодня даже Москва объявила о том, что Казань превзошла все рекорды по продажам пирожков. Ну, это действительно так. Перемяч, треугольник, чак-чак – вот это, наверное, топ-3. Например, у чаши на территории фестиваля болельщиков больше раскупают закуску к пиву. В меню более 12 видов. Это и сэндвичи, и хот-доги, и сырные палочки. Кстати, съедено уже более 10 тонн. Самое популярное блюдо у нас на сегодняшний день – это кабуки. Это маринованное куриное филе, жареное во фритюре. Понятно, что 25 тысяч едновременно очень сложно обслужить, тем не менее. В целом нам все это удается. Единственное, ребята устают. Это видно было уже после третьего дня. Сейчас включается взаимозаменяемость, приглашаются дополнительные силы. Получилось так, что в четверг Дамир Фатахов дал нам крайнее интервью в должности первого заместителя руководителя исполкома Казани. В пятницу его назначили министром по делам молодежи. Мы не сомневаемся, что впереди у Дамира Ледусовича новые рекорды и победы. Мы же говорили о рекорде, который был установлен на этой неделе. Во вторник посмотреть игру сборных России и Египта на площадку фан-фестиваля пришли 25 тысяч человек. Это максимальное количество болельщиков, которые может вместить территория перед чашей. Экзамен сдан. Нужно отдать должное всем службам. Сработали на отлично. Кстати, за две недели фан-фестиваль уже посетили более 250 тысяч человек. В понедельник сборная России встречается со сборной Уругвая. Поболеть вновь можно будет у чаши. Согласно свежему опросу в СОМА, каждый четвертый россиянин считает, что сборная дойдет до четверть финала. 16% ждут выхода в одну-вторую финала. И 9% верят, что команда попадет в финал. Огромное спасибо и болельщикам, и жителям за вот эту атмосферу, за то, что нет никаких конфликтов, нет никаких инцидентов, нет никаких вот этого негатива, который так или иначе в истории чемпионатов был. Мы держим кулачки и будем делать все возможное для того, чтобы и организационно, и с точки зрения безопасности наши правоохранительные органы полностью готовы. И нет никаких сомнений, что все есть для того, чтобы провести чемпионат достойно. Новая страница второй недели чемпионата мира в Казани написана. Впереди еще три недели большого футбола. Не пропустите. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Мировой футбол сегодня занимает умы и сердца не только истовых борельщиков, но и вообще всех людей. Равнодушных к такому грандиозному событию практически нет. В нашей стране так уж точно. В центре внимания прессы не только сами команды, их выступления на поле, но и города-организаторы чемпионата мира. А их, напомню, 11. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара и Саранск. Можно только позавидовать туристам и поклонникам футбола. Они могут не только насладиться самой игрой, но ощутить всю красоту, гостеприимность, национальный колорит российских городов. Казань в этом ряду особенно интересна. Гости, туристы, безусловно, оценят не только архитектуру старинных зданий, добротную современную инфраструктуру столицы Татарстана, но и, уверен, сделают другие важные для себя открытия. Где еще, как не в Казани, многие века в мире согласии живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий? Это то наше достижение, которым мы можем гордиться по праву, ведь в основе его уважительное, равноправное отношение ко всем народам, проживающим в республике, их обычаям, традициям, языкам. Сохранить этот баланс не просто Татарстану это удается. Но нам, как и другим национальным республикам, важно, чтобы федеральный центр учитывал наши интересы, в том числе по такому тонкому вопросу, как изучение родных языков в школах. На этой неделе в Москве в Государственной Доме состоялось знаковое заседание. На повестке дня был законопроект, регламентирующий изучение языков в школах. Его приняли в первом чтении, хотя вопросы по отдельным пунктам и формулировкам этого документа остаются. Но есть одно обнадеживающее обстоятельство. Вместе с законопроектом было принято специальное постановление к нему, которое, как нас заверили депутаты от Татарстана, позволит внести ряд принципиальных изменений в окончательный текст закона. А это значит, что позицию национальных республик и Татарстана, в том числе, в Москве учтут. По итогам заседания свои пояснения по данному законопроекту еще раз высказал председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гельмуддинов. Выходя на принятие в первом чтении законопроекта, который нас не устраивает, мы обо котором говорим, что он дальше не должен идти в таком виде. Мы просто технически принимаем, потому что у нас иного выхода на то решение, которое мы разработали, рабочая группа, просто-напросто нет технически. В связи с этим мы согласились и согласились тем, что прямо в этом законопроекте указан постановлением Государственной Думы, где прописаны те предложения о нашей договоренности, на какой итоговый документ мы выйдем. Еще раз говорю, в постановлении Государственной Думы, которое в привязке к этому законопроекту принимается, прописано, что мы выходим на то решение, которое договорились в рамках рабочей группы, где мы договорились, что будем регулировать только ту часть закона, который дает право родителям выбирать добровольно изучение предмета родной язык. Вот об этом. И еще нам очень важно, что в этом постановлении, которое мы сейчас принимаем и поддержали, говорится о том, что должна быть концепция изучения родных языков. Мы говорим о том, что здесь должна быть у нас создан федеральный фонд в поддержку изучения родных языков. Мы говорим о том, что здесь прописано о том, что Министерство образования должно ко второму чтению представить все необходимые нормативные правовые документы в реализации этих норм. И еще самое важное, здесь же мы в этом постановлении говорим в части изменения внесенного в законопроекта, в части о том, что должны быть разработаны федеральные государственные образовательные стандарты как для родных языков, так и для государственных языков. Это очень важно, потому что сегодня у нас наши государственные языки стандартами вообще не требуя нашли. Еще раз говорю, никакой речи убрать родные языки на вариативную часть, где все подразумевают, что это факультатив, вообще об этом разговора нет и не будет. Я еще раз хотел бы, чтобы нас поняли, что мы не радеем за свой голос за или против, а радеем за то, что какой будет конечный результат. Мы должны участвовать в формировании этого конечного результата. И мы согласны вот с этим постановлением, которое, еще раз говорю, ведет нас на это компромиссное решение. Чтобы решать важнейшие вопросы в образовании, в социальной сфере, республике нужна устойчивая экономическая основа. Сегодня она у нас есть, но задачи, которые ставит руководство Татарстана, более амбициозные. Мы должны расти, расти поступательно и мощно. И президент Мениханов называет наши главные точки роста. Это, конечно, нефтехимия и нефтепереработка. В этой связи особые надежды Татарстан возлагает на Нижний Камск. Именно здесь, в городе Накаме, сосредоточены ведущие предприятия этого сектора экономики. Даже в масштабах России наши позиции весьма убедительны. Так, на долю татарстанской нефтехимии приходится 11% от общего объема химической продукции России. В республике производят 45% синтетического каучука, 47% полиэтилена, 57% полистирола. В 2017 году татарстанские предприятия отгрузили продукцию на 285 миллиардов рублей. А индекс промышленного производства составил 103,1%. Положительную динамику важно сохранять. И дальше, отметил Рустам Мениханов, на годовом общем собрании акционеров Нижний Камск нефтехима. Компания сейчас показывает неплохие темпы развития. Но у нее еще более грандиозные планы на будущее. Есть добрая традиция канон начала годового собрания акционеров открывать какое-то производство. И, конечно же, сегодня Нижний Камск нефтехим это крупнейший комбинат мирового уровня, современный. Мы вот только что посмотрели уровень качества работ строительных. Очень высокий уровень. И, конечно же, это большой профессионализм коллектива. Я хотел бы поблагодарить акционеров, которые приняли это решение. Группа компании ТАИФ, исполнительную дирекцию. Это действительно уже и традиция, и даже норма для нижнекамских нефтехимиков. К каждому собранию акционеров компании приурочивать открытие нового производства. На этот раз запустили установку по производству изобутилена, важнейшего сырья для выпуска изопрена, который, в свою очередь, является компонентом в производстве синтетических и бутиловых каучуков. Такая вот зависимость одного от другого, второго от третьего и так далее. В этом, если подумать, вся суть работы такой компании, как Нижний Камск нефтехим. По сути, это живой организм, состоящий из десятков, сотен установок, цехов, заводов, и все они тесно переплетены друг с другом. Это на выходе мы имеем конечный продукт. Пластики, полипропилен, полистирол общего назначения, полиэтилен, синтетический и бутиловый каучук, а на входе и внутри сложнейший процесс производства. Сотни кооперационных связей, и задача расти, наращивать объемы, двигаться вперед. Спасибо, Рустам Нургалевич, вам за поддержку, которую вы оказываете постоянно нашему предприятию. Спасибо всем, кто нам помогает. И, Альбер Кашавч, вам огромное спасибо за то, что группа компания ТАИФ постоянно заботится о наших вопросах и постоянно вместе с нами их решает. Но как и за счет чего будет стремительно и амбициозно расти Нижний Камск нефтехим? По сути, путей для роста два. Первый – модернизировать действующие заводы и установки, снижать издержки производства уже сейчас, чем в Нижний Камске и занимаются. Эффект от такой кропотливой работы есть. Нижний Камск нефтехим, о чем было заявлено на общем собрании акционеров компании, сохраняет хорошие темпы развития. По итогам 2017 года выручка от реализации продукции компании превысила 162 миллиарда рублей. Реализовано 702 тысячи тонн синтетических каучуков, что на 6% больше по сравнению с 2016 годом. Отгружено 698 тысяч тонн пластиков. По многим позициям нижнекамские нефтехимики занимают ведущие позиции в России и даже в мире. Предприятие является ведущим производителем синтетических каучуков в стране, обеспечивая 52% выпуска этой продукции. Является вторым по величине производителем пластиков. На зарубежном рынке Нижний Камск нефтехим в первой десятке крупнейших производителей синтетических каучуков занимает седьмое место. А по изопреновому каучуку мы самый крупный мировой поставщик с долей 47%. Помимо этих уже традиционных для Нижний Камск нефтехим оппозиций, нефтехимики из Татарстана готовы побороться и за другие новые для них ниши на рынке. Председатель совета директоров компании Руслан Шагабуддинов на пресс-конференции для журналистов озвучил перспективные планы. Расширение линейки наших продуктов, занимать те ниши, в которых раньше Нижний Камск нефтехим не участвовал. Наши последние наработки – это новая линейка линейного полиэтилена низкой плотности, в которой в России, в общем-то, не делался. Новые марки кабельных полиэтиленов для кабельщиков, для кабельной продукции. И при повышении качества продукта сопутствующая задача – не допустить увеличения себестоимости, соответственно, цены. Быть всегда в рынке, быть всегда в тонусе. С тем, чтобы иметь серьезное конкурентное преимущество и с импортными материалами. Сохранение позиций на рынке и освоение новых ниш – задача для нефтехимиков более чем привычная. Но сейчас Нижнекамские готовы к решению еще более серьезных и амбициозных задач. И это и есть тот самый второй путь для роста – резкое, кратное наращивание объема по производству базового сырья. Для нефтехимиков таким сырьем является этилен. Рост объемов производства этилена – это совершенно новые возможности и для всех остальных производств Нижнекамскнефтехима. Поэтому недавнее подписание на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о финансировании нового олефинового комплекса в Нижнекамске фактически знаменует новый этап в новейшей истории компании. Соглашение об открытии кредитной линии между Нижнекамскнефтехимом и организованным Дойче Банком консорциумом банков на сумму 807 миллионов евро обеспечивает для этого грандиозного проекта необходимую финансовую базу. В прошлый год 613 тысяч тонн этилена произведено. Это рекордная цифра. И такого же объема, вот 600 тысяч тонн этилена, мы должны в ближайшее время построить. Для этого все условия есть. Значит, финансовая схема подтверждена. Сейчас идет работа по рабочему проектированию, по подбору поставщиков оборудования. И я уверен, что Нижнекамскнефтехим свои лидерские качества не только будет сохранять, а вообще станет более значительным лидером. Эти новые амбициозные задачи коллективу Нижнекамскнефтехима предстоит решать в ближайшей перспективе под руководством Совета директоров компании, который по итогам общего собрания акционеров претерпел некоторые изменения. Новым лицом в нем стал заместитель генерального директора УАО «Таиф по энергетике и информационным технологиям» Руслан Гизатулин. Он сменил Владимира Бусыгина. Владимир Михайлович, напомним, сложил в себя полномочия председателя Совета директоров Нижнекамскнефтехима и покинул должность заместителя генерального директора УАО «Таиф» в связи с выходом на заслуженный отдых. Владимиру Бусыгину президент Татарстана Рустам Мениханов вручил орден Дуслык за многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала. Тимур Бекморзин и Роман Безменов. Семь дней. Конечно, успешная работа таких флагманов промышленности Татарстана, как Нижнекамск, Нефтехим, создают условия для развития всей экономики республики. И главное – выполнение всех социальных программ, что неизбежно, сказывается на кошельке каждого жителя Татарстана. Вслед за гигантами, по логике, должен развиваться расти малый и средний бизнес. Но в этом секторе экономики пока, к сожалению, проблем больше, чем достижений. Но об этом уже во второй части нашей программы. Мы продолжим ее через пару минут. Смотрите после рекламы. Председатель свой, каждый свой. Еще схватчик у них, можно сказать. По им местного значения, как крестьяне из Новошешминского района борются за свои земельные наделы. Расскажем. Яркий, шумный и веселый. Республика с размахом отметила любимый праздник Сабантуй. В понедельник митрополит Казанский и Татарстанский феофан совершил член освящения крестов на купола строящегося собора Казанской иконы Божьей Матери. По планам уже осенью храм обретет свой окончательный внешний облик. Как отметил владыка, на освящение возрождаемого собора ждут патриарха Московского и всеаруси Кирилла. В четверг состоялось заключительное заседание весенней сессии Государственного Совета. Парламентарии рассмотрели 31 вопрос, в том числе 15 республиканских законопроектов, 8 проектов федеральных законов и законодательную инициативу Республики Карелия. Депутаты согласовали предложение президента Рустама Миниханова о преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту Республики в Министерство по делам молодежи и Министерство спорта. В пятницу Рустам Миниханов подписал указы о назначении Владимира Леонова министром спорта Татарстана. Министерство по делам молодежи возглавил Дамир Фатахов. В пятницу премьер-министр Татарстан Алексей Песошин в режиме видеоконференц-связи принял участие в селекторном совещании по обеспечению в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ. Провел совещание председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Участники селекторного совещания обсудили текущую ситуацию, готовность к уборке урожая, сложность уборочной кампании. В пятницу в Заинске в квартире на пятом этаже пятиэтажного восьмиподъездного жилого дома произошел взрыв газового баллона. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 17.15. Взрыв какой сильный, страшный был. Ну и сбежали мы с места и побежали. Тут уже подушки, тут первые сразу подушки, видимо, лопнули, все тут било-било, ничего не было. Мы были дома на втором этаже, вот под этими квартирами. Сидели, чай пили на кухне, а внуки у нас на улице играют. Какой-то взрыв, все там обрушилось, дым, пыль, ничего не видно, ничего не соображаем, мы побежали на улицу. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса. Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека. Развернут пункт временного размещения на 600 мест в соседней школе номер 7. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Займского района решается вопрос о проверке устойчивости строительных конструкций и об отселении жильцов. В готовности для применения находится диагностический комплекс струна для анализа повреждений зданий и сооружений. В результате взрыва пострадали 10 человек. Один из них скончался у больницы, трое находятся в реанимации, в том числе девочка 2008 года рождения. Рустам Мениханов поручил взять на особый контроль ситуацию сложившуюся после взрыва газового баллона в жилом доме. Президент поручил правительству оказать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа. А родственникам погибшего из бюджета будет выделена сумма в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшим сумма в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью. Продолжаем 7 дней. Хочу еще раз обратить внимание на свой тезис. Рост экономики Татарстана обеспечивают в основном крупные предприятия. Малый бизнес пока отстает. И нет поводов для оптимизма здесь, хотя нельзя не замечать. Республика пытается переломить ситуацию. Наглядный пример. Когда мы говорим об инновационно-производственном кластере Инакам, как о главной зоне роста экономики Татарстана, часто упоминаем Нижний Камск и Челны. Обязательно вспоминаем Елабугу, но гораздо реже говорим о Менделеевске. А это, между прочим, город с богатыми традициями и хорошим потенциалом. Но есть у него и свой серьезный недостаток. Менделеевск – это город с ярко выраженной монопрофильной структурой. Численность населения составляет более 22 тысяч человек. При этом доля химической отрасли – более 90%. Здесь сосредоточены такие крупные химические предприятия, как химзавод имени Карпова, АО «Аммони» и Менделеевск Азот. Не будем сейчас делать глубокий экономический анализ, только два показателя. Посмотрим, как менялся воловой территориальный продукт за последние пять лет. Мы видим, этот показатель постоянно растет. А это, внимание, динамика доли субъектов малого бизнеса в воловом продукте района за тот же период. Мы видим, что этот показатель падает, а по итогам 2017 года составляет скромные 12,5%. Возможно, положение дел в этой сфере могла бы изменить промышленная площадка для малого бизнеса, которая в Менделеевске вроде как есть. Надежды на нее большие. А вот когда они станут оправдываться, узнавала Зарина Ахметова. Менделеевск. Само название города, образованное из фамилии самого известного в России химика Дмитрия Менделеева, подсказывает, какая отрасль промышленности здесь является ведущей. Визитную карточку Менделеевска представляют два самых крупных химических предприятия – Аммоний и химзавод имени Карпова. Последний является не только градообразующим предприятием, но с недавних пор еще и площадкой для развития малых компаний. Промышленная площадка в Менделеевске расположена здесь, на территории старейшего в России предприятия химической индустрии – химзавода имени Карпова. В этом году он отметил свой 150-летний юбилей. Сейчас на территории промышленной площадки расположены трое резидентов, и все они, как и управляющая компания, заняты в химической промышленности. Основные потребители нашей продукции – в основном предприятия Республики Татарстан. Это такие крупные предприятия, как ПАО «Нижникамс» «Нефтехим», Казань «Орксинтез», химзавод имени Карпова. Но пытаемся немножко выходить за пределы Республики Татарстан. Работаем на Республику Башкортостан, Утмуртию в небольших объемах. На территории промплощадки Камасакс является самым крупным резидентом. Предприятие занимается производством полипропиленовых мешков. Заказчики – в основном крупные предприятия Республики. Они же являются поставщиками сырья – полипропилена. Казалось бы, что еще нужно? Выгодная схема, стабильные поставки, прибыль на годы вперед. По факту же производство загружено только наполовину. Мы сегодня выпускаем по данным последнего месяца где-то миллион девятьсот тысяч мешков. В основном причина такой низкой загрузки – это отсутствие трудовых кадров на нашем регионе. И второй вопрос – конкуренция. И мы в основном принимаем заказы только на основе торгов и подтвержденные заказы. И только из-за этого. Работать же с небольшими заказами, по словам Агданура Галямова, сложнее и не так выгодно. Ведь у каждого заказчика свои особые требования. И настройка оборудования занимает длительное время. А новые крупные клиенты пока не наметились. Еще и двое резидентов, расположенных на территории завода, занимают гораздо меньшей площади. Одно из них занимается производством резинотехнических изделий, другое – производством силиката натрия. Выпускаем мы коллоидный силикат натрия, который идет в основном для литейных производств, текстильных производств, церозобумажных, химических промышленностей. Также его применяют в изготовлении строематериалов и в производстве красок. Взаимоотношения с управляющей компанией, как говорят сами резиденты, хорошие. В помощи не отказывают, всем, чем нужно, стабжают. По условиям работы всегда готовы договориться. Есть условия, что они арендуют наше помещение. Значит, арендуют это по одному договору. По второму договору мы их обеспечиваем энергоресурсами. Я имею в виду завод обеспечивает вода, канализация, тепло. Есть компании, которые, например, выкупают свои здания на нашей территории. Они уже собственные здания. Вот в частности, вы были на предприятии Камосакс. У них уже здание-то выкуплено. Они работают уже в своем здании. Единственное, что мы их обеспечим вот этими энергоресурсами. Сама промплощадка в Менделеевске появилась относительно недавно. А вот предприятия на этой территории работают уже давно. Некоторые еще с 90-х годов. То есть, по сути, новых резидентов с момента образования на ней не появилось. Можно сказать, промплощадка в Менделеевске – это уже давно всем известный завод и несколько его проверенных компаний-партнеров. Можно ли назвать это полноценным промышленным парком с хорошими перспективами роста? Вопрос неоднозначный. Директор завода и руководитель промышленной площадки в одном лице, Дамир Шамсин, считает, что успех – это дело времени. Пока на подходе еще две компании-резидента. Дополнительно, вот мы буквально на днях заключили договор с индивидуальным предпринимателем Сениной, Викторией Ахатом, значит, планируем, значит, она планирует у нас производство вододисепрессионных красок. Значит, уже заключен договор, подобраны помещения. Второе предприятие – это общество «Фармкристалл». Они на сегодняшний день проектируют производство фармакопийных субстанций. Но даже с учетом этих, пока еще потенциальных компаний, ясно одно – это не то, на что может и должен рассчитывать такой город, как Менделеевск. В плане развития малого и среднего бизнеса ему необходим прорыв, рывок. А значит, здесь должны появиться десятки, в перспективе сотни компаний разной направленности. Не исключено, что новые промышленные парки и площадки независимы от действующих крупных предприятий. Пока процесс в районе в этом плане можно охарактеризовать как вялотекущий. На территории района расположены более 500 различных хозяйствующих субъектов. Но доля малого и среднего предпринимательства составляет чуть больше 12%, так как угнаться за гигантами промышленности по объемам производства непросто. В конкурентной борьбе Менделеевск постоянно теряет позиции, ведь по соседству расположена территория опережающего развития в Набережных Челнах, которая для инвесторов выглядит куда более привлекательной. Новые возможности для района может открыть свой ТАСЭР, на появление которого здесь тоже рассчитывают. Заявка уже подписана Министерством развития Российской Федерации. Сейчас за счетами комиссии будет в ближайшие дни, а потом на подпись Медведева Леонидов. Мы в 2016 году расширили город Менделеевск в три раза, чтобы больше предприятий можно было, территорию расширить, можно было городом побольше резидентов пригласить. Примерный список резидентов уже определен. Есть на примете и заинтересованные инвесторы. В ближайшей перспективе открытие еще четырех промышленных площадок. Станет ли это новым витком развития для района, пока сказать сложно. Время, как говорится, покажет. Зарина Ахметова и Хамид Шамсеев. Семь дней. Мы много говорим о развитии рыночных отношений, о защите прав собственников и развитии сельского предпринимательства, в том числе и в нашей программе. Но возникает главный вопрос. Благодаря чему на селе могут жить и работать люди? Ответ очевиден. Благодаря их внутреннему потенциалу. Если у человека на селе есть земля, и этой землей он может воспользоваться, то это значит, что у сельского бизнеса может быть будущее. Но в реальной жизни все не так просто. У собственников есть ресурс, то есть есть земля, есть желание создать свое дело, работать на этой земле. Но сельским предпринимателям то и дело вставляют палки в колеса. Эльзира Юзаева с подробностями. У Людмилы Ильдуловой жизнь полна хлопот. Дома пятеро по лавкам, полный хлеб скотины. Держать такое большое хозяйство, это значит работать практически 24 часа в сутки. Летом у крестьян одна головная боль, где взять корм для скота. Сено или солому можно купить, естественно, за деньги. И стоит это по деревенским меркам недешево. А можно скосить на диких лугах. В этом случае действуют законы джунглей. Кто успел, тот и съел. Есть еще один вариант. Можно начать обрабатывать свои земельные наделы самим. И это, по мнению Ильдуловых, был бы самый надежный способ для развития их подсобного хозяйства. Большое хозяйство ЛПХ у нас. Мы хотели сено взять. И потом после, ну, этот 9 гектар, хотели сеять зерновым. Еще осенью 2016 года сразу несколько семей, таких же, как и Ильдуловы, из села Чувашская Чебоксарка на Вышишминского района, решили забрать свои земельные паи у компании Иганче, который уже не первый год является арендатором их земельных наделов. По словам местных жителей, даже сама история передачи земли и собственности некогда обанкротившегося совхоза Закамский новым хозяевам, то есть компания Иганче, темная и сопряжена многими непонятными деталями. Но некогда сегодня крестьянам разбираться во всех этих перипетиях. Им бы получить то, что положено им по закону, то есть свою землю. До начала пассивных работ, то есть заблаговременно, жители села предупредили руководство о своих намерениях. Люди собрали все документы, провели за свой счет межевания земли, но тут в деле произошел крутой поворот. Подъезжает этот, когда столбики забиваем, вы мне эти... Ой, Иганче подъезжает. Вы мне заплатите за это вот, за мои вот то, что за вот это у меня люцерка растет, я ее на семена хотел, говорит, осенью. Каждый непокорный крестьянин, пожелавший избавиться от барского гнета, получил вот такое грозное предупреждение. Компания обвинила крестьян в неосновательном обогащении. Якобы арендатор на их землях уже провел сельскохозяйственные работы. Затраты компании составили 955 тысяч рублей за каждый пай. У каждой семьи в деревне по два, а то и по три пая. За каждый из них Иганче потребовало вернуть практически миллион рублей за землю, которая является их собственностью. Миллион восемьсот мы должны были платить. А вы многодетная мать, сколько у вас детей? Пятеро детей. Пятеро детей? Да. Так они присудили нас. А у них где-то совесть вот есть какая-то вот? А если у них совесть есть, они бы нас в суд не давали бы. Мы деревенский народ, я правду говорю. Мы черный народ, может, они думают. И они должны жить. А фактически мы, люди, которые копаемся в навозе на земле, они не хотят принимать как человека к человеку. Выставили, сколько нам? 47 тысяч выставили. Плюс судебные расходы. Ваша семья может, например, 400 тысяч заплатить? Откуда у меня? У меня 9 тысяч зарплаты всего лишь. Он многодетный тоже? Откуда у меня, да. Он тоже многодетный отец. Да, да. Ну это вот как надо, какую совесть надо обладать, чтобы вот многодетным семьям выставлять такие суммы? Не знаю, откуда они вот так жарят столько вот. Вот оно как выглядит поле раздора. 3000 гектаров земли. Настоящие истинные собственники этих угодий своей землей не могут воспользоваться уже лет 10. Потому как компания, которая взяла их земли в аренду, посеяла здесь многолетние травы. Это люцерна. То есть эта компания собирается получать прибыль ежегодно. А тот, кто с этим не согласен, должен оплатить штраф. Теперь крестьяне понимают, почему и гончены арендованных у них землях сажала именно многолетние травы. В этом случае при любом раскладе может возникнуть претензия по поводу убытков. Так как трава эта произрастает ежегодно. И получается, что ежегодно компания тратит силы и средства. Другое дело стоимость такого вот паэлю церкви, который и гонча ценила в миллион рублей. Когда плата за аренду самим крестьянам все эти годы по сравнению с выписанным штрафом составляла сущие копейки. Всего-то 5000 рублей в год. Сено не дает. Сено за деньги. Рулон соломы вот этот 500 рублей. Сено 1000 рублей. Вот этот рулон этого соломы. Все. А как тут люди могут коров держать по 5 голов, по 6 голов? Невозможно. А сколько зерна дают за эту землю вам, например, они? Вот они ее оценили в 900 тысяч. А сколько сдают зерна? Вот что, она по 5 центнеров выходит. 5 центнеров. На сколько хватает это? На месяц не хватает мне. По скотине вот мне на 2 недели хватает. Но чтобы закрепить свою власть наверняка, арендатор спешно собирает собрание пайщиков. На этой встрече, по данным счетной комиссии, из 160 собственников земли якобы участвовали 140. И все эти якобы 140 человек продлили договор аренды. Но самое интересное заключается в том, как ввелся подсчет голосов. Вот список присутствовавших на этом собрании. С последовательностью чисел явный перебор. После 9 подписавшегося идет сразу 19. Такая вот занятная арифметика. То ли в счетной комиссии считать не умеют, то ли это делают слишком хорошо. Вот прямой свидетель я. Вы были там на этом собрании? Да, я сама была. Сколько там человек было? Руководители были? Где-то 10, 11. Ну 15, может самый большой. Может 15, я могу сказать. Вы Сергей Петрович? Да. Сергей Петрович Носков? Да, да. Это ваша фамилия? Да, да, да. То есть вы были на собрании? Нет, не был. На собрании вас не было? Не был. Ну вот эта же бумага как бы... Я понял. У меня не было на собрании. Не было, не было. А как вы можете вот это... Что можете сказать об этом? Получается, поделали документы как уж. Ничего, что сказать. Тут свое все. Преседатель свой, каждый свое. Что ты делаешь? Тут все свое, все схвачено у них, можно сказать. Но не было бы так смешно, если не было бы так грустно. Все эти документы со всеми ошибочными подсчетами и были переданы в суд. И более того, суд их тоже так же подсчитал. Мы опросили людей, которых не было на этом злополучном собрании. А здесь ваши стоят. Не знаю, не снимать, что вы ездите. А здесь даже ваш подпись стоит. А? 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 Где-то шинаш. А? 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 Ну, глядя на эти документы, мы артисты. Главе Чебоксарского сельского поселения Сергею Владимировичу Малякову в свое оправдание и сказать-то нечего. По словам местных жителей, его супруга является главным бухгалтером в компании ГНЧ. Потому, видимо, ему сложнее всех сделать выбор между совестью и отношениями в семье. Такую сумму. А вы чувствуете какую-то поддержку со стороны властей? Нет, откуда я? Мы даже не надеемся на это. Крестьяне и фермеры Чувашской Чебоксарки не раз взывали к справедливости. Но на их практически крик души пришел вот такой скупой и беспристрастный ответ. Глава Новошшминского района в нескольких строках отписался, что органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в судебный процесс. Тогда кто должен защищать интересы людей? Интересы их бизнеса, их развития, жизни и благополучия, как не глава района? А как же не обидно? Мы же люди тоже хотим жить, не только один человек, он который откуда-то приехал, он должен хозяйничать. Нет, это наша земля, это деревенские должны жить, правильно? У каждого из наших героев, тех, кто отважился вступить в неравную борьбу за свои права, были большие планы. Людмила хотела увеличить поголовье скота, Валерий хотел построить конную школу, в Сергея заняться разведением овец. И это лишь малая часть тех людей, кто отважился в открытую сказать о своей проблеме. Большинство же старается отмолчаться. После многочисленных судебных исков и угроз о штрафных санкциях со стороны Игенче, все крестьяне были вынуждены пойти, так сказать, на мировую. Только один человек, Валерий Неконоров, пошел до конца. Суд ему уже присудил выплатить штраф компании-арендатору. Имущество и земля фермера уже под арестом. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. Семь дней. Ну и завершить нашу программу мы хотели бы все-таки на позитивной ноте. Тем более такой повод есть. В Казани в эту субботу грандиозно, ярко, красиво провели праздник Сабантуй. Сразу на двух площадках. В Березовой роще поселка Мирный и в лесопарковой зоне озера Светлое Лебяжье. Праздник плуга в столице удался на славу. Все было как полагается. Много веселья, ярких конкурсов и интересных состязаний, шикарные выступления артистов и традиционные призы. А главное, атмосфера праздника, завораживающая и душевная. Но не только в столице любят и умеют веселиться на Сабантуй. Михаил Любимов расскажет. Вот ведь удивительная штука. Мы все с вами знаем, что такое Сабантуй. Как он должен праздноваться. Но каждый раз, попадая в какой-нибудь район, мы открываем для себя все новые и новые грани этого праздника. Праздник Сабантуй, он ведь как шашлык. Он в каждой семье, в каждом районе, в каждом городе. У каждого человека он разный. Это как диалект в языке. Мы вроде бы говорим на одном языке, но при этом с какими-то постоянно, с какими-то особенностями. Вот так и здесь, в Зайенском районе. Вот видите, какой Сабантуй. Казалось бы, обычный фольклорный праздник труда. Но вот эта подача достижений настолько художественная, что здесь просто диву даешься, но как они вот это все, например, придумали. Мы сейчас с вами окунемся в эту атмосферу. Причем, как видите, в прямом и переносном смысле этого слова. Мы ведь знаем, что есть исторические, есть неисторические какие-то конкурсы, состязания, да, вот бег в мешках. Но, тем не менее, людям-то нравится. И вы, наверное, исходили в первую очередь из этого, придумывая вот это все, что мы здесь видим. Мы не могли не воспользоваться моментом и воспользоваться тем, что здесь протекает такая замечательная речка. Видим, видим, как воспользовались. И провести именно эти конкурсы, я думаю, что это, безусловно, дополнительный импульс для участников, безусловно, какой-то драйв. И с удовольствием они в них участвуют, потому что когда ты, наверное, над землей, и когда ты через секунду можешь промокнуть... Смотрите, сколько зрителей стоит. Зрителей-то сколько? Да, действительно, мы считаем, что было правильным решением организовать эти конкурсы. У людей это пользуется популярностью, поэтому... Очень спортивный праздник у вас сегодня. И волейбол, и футбол, ну, футбол, понятно почему, и даже шахматы. Есть, все есть. У вас спортивный район? Спорт у нас на первом месте. Основные наши виды, конечно же, это и национальная борьба, где мы лидеры. Что нужно людям? Хлеба и зрелищ. У вас, по-моему, в достатке того... Ну, фу-фу-фу, конечно. Оценка населения – это самая главная оценка. Сегодня здесь, на этом празднике, звучит самая разнообразная музыка. Здесь есть представители всех, наверное, национальностей проживающих в Татарстане. И Чувашии, и Татары, и Русские, и Мар-2. Все есть. Вы ведь татарки, да? Я правильно определил? Да, мы татарки. Что это за сруб такой у вас интересный? Это у нас баня! Это баня, татарская баня. Это баня? Да, это настоящая наша татарская баня. Я боюсь предположить, для чего она здесь стоит. Я думаю, что зрители нашей программы, которые не пропустили заставку нашей программы, должны были видеть, что там написано «плюс шесть». Поэтому ваш покорный слуга все-таки в одежде. Вы знаете, я очень счастлив в том, что вы делаете. Но я также должен спросить вас, зачем вы это делаете? Чтобы у вас было здоровье, чтобы вам... Ну, это баня, это надо так. С праздником, с легким паром! Иршат Аминов, человек, которого не нужно представлять не только, наверное, зрителям нашей программы. Иршат Ильич, с праздником вас! Вас тоже, Миша. У нас теперь можно действительно говорить, что Сабантуй шагает по планете. Вы были на Алтае, я знаю, на этой неделе, где тоже проходил Сабантуй, организованную Тарстаном и именно Заянским районом. Отличия чувствуете сегодня и тогда? Вы знаете, ну, Алтай – это родина тюрков. Там можно говорить на татарском языке, и тебя понимают, алтайцы. Им не нужно переводчика. И, понимаете, вот один и тот же район проводил Сабантуй. Это как бы культурный мост между татарами, представителями других народов, которые объединяют в том числе и эту нацию, и делают ее более сильной, богатой. Это такой культурный код, который передается из поколения в поколение, и для нас это очень важно. Это не просто праздник, это не просто времяпровождение, это сохранение определенных традиций, определенного уклада и в то же время передача культуры следующим поколениям. И, конечно, я согласен, это для тюрков особая земля здесь, в нашей корне, и нам особо приятно здесь находиться. Большое спасибо Зайенскому району, его главе. Всех вас поздравляю с праздником и до новых встреч. Спасибо большое. Вот этот духовный мостик, это, конечно, здорово. Я просто почувствовал особую энергетику Алтая. Там действительно стоит с ним побывать, чтобы понять, что это такое. И я понимаю наших предков, почему они там, собственно говоря, обрели свою первую родину. И я понимаю, почему они пришли сюда. Потому что эта связь поколений времен и культуры, она в нашем сердце. Мы понимали, что мы первые едем туда, это не только Барнаул, это за 300 километров за Барнаулом. И на чистом поле мы организовали Сабантуев. Конечно, вот так же, как у себя, населению мы, значит, хотим организовать праздник. И там же мы хотели это все показать, и тем более с участием нашего президента. Василий Галич, ну, нам по долгу службы много Сабантуев пришлось повидать на этом веку, да. Но я вам честно скажу, вот такого слоеного пирога, вот с таким количеством ингредиентов, но редко где встреч, не то, что там в Казани, такого не встреч. В первый год так? Или каждый раз вот вы что-то такое новое придумываете? Вот мы здесь видим то, что не видели никогда просто. Масштаб это, она соотносительно масштабу той работы, которая в нашем районе проводится. Мы сегодня стали уже лидерами по производству изерновых, лидерами по производству сахарных свекла. Мы неплохо поднялись по молоку и по мясу. Вот поэтому, конечно, это дань уважения нашим сельчанам. Ну и можно теперь не то, чтобы даже отдохнуть, передохнуть, потому что совсем маленький промежуточек между теперь ратным трудом и следующим урожай собирать. Да, да, да. Уже идет полным ходом заготовка кормов, значит, и, конечно же, через несколько недель уже приступим к лабирсаку уборки зерновых. Ну что ж, вот так вот все языки звучат сегодня здесь на Сабантуй. Таков он наш Сабантуй. Есть история, есть современность. Кому-то нравится история, кому-то нравится современность, а кому-то нравится все это вместе взятое так, и получается вот этот наш замечательный праздник Сабантуй. Как ингредиенты в пицце. Вы можете подбирать их по своему вкусу, но вкус этой пиццы не может быть истинным и не может быть ложным. Просто это вкус, который вам нравится. Да, традиции остаются, но они меняются со временем, потому что со временем меняются люди. Михаил Любимов и Андрей Мохов. «Семь дней. Заинск». Это все на сегодня. С вами была программа «Семь дней» и я, Тимур Бекмурзин. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Всего вам самого доброго. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие семь дней в студии Маргариты Павлушина. Предстающая неделя в Татарстане обещает быть довольно жаркой. Осадки синоптики прогнозируют только лишь ближе к концу недели. Такая погода может стать причиной пожаров. Будьте внимательны. По датам сервиса «Яндекс.Погода» на северо-востоке республики в начале недели будет облачно, но без осадков. В понедельник и вторник плюс 29, в четверг прояснится температура воздуха составит плюс 26 градусов, а на выходных температура немного понизится. На юго-востоке республики ожидается облачная и жаркая неделя. С понедельника по среду температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ближе к концу недели ожидается небольшое понижение температур. В центре республики температуру будут еще выше. В понедельник и вторник плюс 30, в среду плюс 28. К выходным температура немного понизится и составит плюс 26 градусов. Возможно, будет дождь. На юго-западе Татарстана похожая картина. Неделя будет довольно облачной. В понедельник температура воздуха составит плюс 31 градус. Во вторник плюс 30. К выходным немного похолодает и ожидаются осадки. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана, будет малооблачно и жарко. В начале недели до плюс 30. В пятницу плюс 27. На выходных плюс 25. Ожидается дождь. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok